Так, 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 так. Всем привет, друзья. О, не пуля, я враг. Андрей Легенов предоставил мне специальную рубрику, в которой я буду рассказывать самые лучшие фишки. Так вот, лучшая фишка на сегодня это Абуснул Талисмана. И чё нахуй? Абуснул Талисмана? Абуснул Талисмана. То, что можно выложить и, типа, съесть, там, не знаю, манго. А было ли тогда манго? Бля, я ебу, что ли. А в чём Абуснул Талисмана? Не, ну выкладывание предметов, я думаю, я рассказал в какой-то самый, блядь, первом выпуске. А это какой-то далеко не первый. Может быть... Почему именно на Нуль Талисмана, а не брейсером? А там не было такого, что разбирались эти штучки? Наверное, нет. Они с рецептом всё и добыли. Абуснул Талисмана. А, может, Абуснул Талисмана, что ты, идя на Сайдлейн с Сикрет Шопом, покупаешь частички... Да, с бумагой. И покупаешь, да, с бумагой. С бумагой на линию. Абусишь, охуеть. Абусишь. Ну, чтобы у тебя сразу Нуль Талисман был. Купил цирклет бумага. Ну, абсолютно не можешь купить на первой бабке Нуль Талисмана. Нет, типа, цирклет бумага, цирклет бумага. И у тебя два будет уже на линии. А курица-то занята вечно. А, это историческая дота, где курица реально занята. Блядь. Подождите, смотрите, там инвокер. Инвокер, возможно, просто для примера. Ну, возможно, похуй, что это инвокер. Возможно, дело в том, что он интовик. А что Нуль Талисман давал ещё у нас? Ну, он же не всегда. Всегда давал. Он же не всегда. Там аноригены. Он же только статы давал. Статы, ну, он давал интуи, ловкость и силу подсчёть. Да и всё, наверное, да? Может, типа, вот смотри. Это ламплификация? Прикол в том, что ты изначально находишься на стадии закупки. Да. Может быть, это что-то связано с этой стадией? Ну, кстати, да. Это стадия закупки. Стадия закупки. Я бы не показывал её, зачем она нужна здесь. Да. Поэтому, что там? Купил Нулик. Купил Нуль. А-а-а! Это, по-моему, какая-то... А там не было бага? Да! А там что-то купил, что-то выловил, лоб, и у тебя там Нуль ещё один. Какой-то баг был, наверное. Со Стэшем, может, что-то связано? Появился Стэш. Появился Стэш, да, наверное. Что-то там было. Невозможно. Но это воспоминание не разблокируется абсолютно. Нуль Талисман. А может реально... Чем отличается Нуль Талисман от Брейсера и... А может быть, ты набрал их вначале, что-то сделал и потом продал? Такое может быть? Может быть. Ну что, типа сделал? Сколько Нуль Талисманов надо, чтобы что-то... Тут именно Нуль Талисман. Надо понять, чем отличаются Нулик от Брейсбэнда и Брейсера. Ты не можешь набрать Нуль Талисманов, а ты можешь купить один Нуль Талисман. Правильно ведь? Ну, ты не сможешь. Может быть, ты покупаешь его... Но это именно абуз. Нулик купил, продал, кто продал. Ты покупаешь нуль талисман, ты разбираешь его еще на стадии закупки. Что ты делаешь? Ну что, блядь? Мне кажется, что... Не можешь разобрать наше... А может, тогда мог? Какое-то такое говно, что ты покупаешь нуль талисман, что ты продаешь его, у тебя остается мано-реген, который он дает, типа, без статов. И ты доволен. Но, с другой стороны, тогда это можно слишком много сделать. Мано-реген был бы громкий какой-то обуз, громкий баг. Блин, да, да, да. Либо недолговечный. Я не помню. Надо узнать. Хочу знать. Да это какой-то баг обуз нуль талисмана. Если купить и продать его 8 раз еще до старта лет, то далее в игре вы не сможете больше купить ни одного предмета. Охуительный обуз. Фишка. Это просто пиздец. Я понял. Это специальный выпуск с хуевыми фишками. Фишки наоборот. У тебя же раковые клешки. Да, 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 да. А юмористический? Ну, типа, да, это было. Я не видел начало. Типа, ты наебывал. Был, ну, нет. Это просто... Или такое было? Да, это такое было. Это... Обуз нуль талисмана. Это фишки наоборот. А в чем обуз-то? Ну, это фишки наоборот. Ну, фишки наоборот. Вредные советы. Наоборот, чтобы все заруинить или кому-то. У него же клешни, типа. А ссылка? Да, да. Так, юмор тут. Рак. Рак. Последняя фишка сегодня на повестке. Ну, жених, бля. Мало кому известно, но Operation может... Operation. Мало кому известно, но Operation может... Ну, я думаю, это фишка с двумя ультами. С тем, чтобы ульт закинул с рефрешером сразу. У него рефрешер в инвентаре. Да, да, да. Ну, все, пробито. Ну, это старое, но сейчас так не работает. Как ты угадал, вообще не понял. Ну, потому что с Operation нет фишек, блядь, никаких. Ты еще накупил там мантию и два кулака. Это, небось, нательный закуп, когда я героя создал и бот купил. Наверное. Потому что я героя брал с Вена, а этого я создал. А там боты сами закупали. Блин, ну ты тут еще молодой пожиратель, а сейчас уже пожиратель мегалодонов. Пожиратель Крилля. Ну, все, мы знаем. Мало кому известно, но Operation может моментально запустить ультимейт в любую точку карты. Правда, для этого ему нужен рефрешер. Кидаем ультимейт куда нужно. Нажмем рефрешер. А сейчас не работает? По-моему, работает. Прокликать все это нужно очень быстро. Иначе ничего не получится. В итоге первый ультимейт прилетит в место намечения буквально на время. А также сюда будет запущен еще один ультимейт, который будет вылететь по стандартной схеме. То есть медленно и через всю карту. Ну нормально, ебану трещало у героев в свое время. Какая-то первая магия, она не сдавала. Потому что там он вечный. И рэм будет. Можно как-то побыстрее доту проехать, потому что сейчас какой-то замес начнется на нас. Это же нам нахер не надо. Сейчас какой-нибудь Black Hole, там вот эта хроносфера. Блин, кстати, было бы мем. Мы сейчас попадем куда-нибудь в говно. Тут же Огар тебя в дубины. Хуй, екс. Я не чувствую себя защищенным. Последнее на сегодня это Контра. Контра Пушу. Частенько люди задают вопрос, как контрить Пуш через Самонов. Например, Волк, Инвокер, Фурион. Которые покупают топачки некров и просто идут ломать нам базу. Отбиться от этого крайне сложно. Герои типа Котла или Тинкера, конечно, могут помочь. Но они имеют все шансы просто умереть из-за убийства некрономиконов. Ну и на деле подобный пуш этими героями остановить крайне сложно. Да, точно. Диспел Бремастера, да. Да, я думаю, да. Я думаю, Диспел Бремастера. И вон Бремастер стоит. А, Бремастер стоит, все. Да, да, да. Ну, блин, это доисторические времена. Гайд на Бремастера, получается? Да. Где-то в тех моментах родилась эта история про Гайд на Бремастера. Ну и на деле подобный пуш этими героями остановить крайне сложно. Но существует одно элегантное решение. Имя это решение Брюмастер. Многие обратили внимание, но в одном из прошлых патчей Брюмастеру подняли урон на диспеле у синего духа в ультимейте. Теперь он наносит аж 850 магического урона по призванным юнитам. А это значит, что вы сможете истребить любое количество саммонов за два применения диспела. Кулдаун у него 4 секунды. А значит вы буквально за 4 секунды сможете оставить противника без единого саммона. Скайпа был. Ты слышал? Да, да, да. Нормас. Третья фишка против Венги. Если Венга имеет агонин, то это иногда может быть не очень-то и приятно. Все же иллюзия, которая появится после ее смерти, штука достаточно сильная. Против Венги. А, инчой переманивать ее, наверное, можно было. Скорее всего. Нет, я думаю, что... Или доминатором. Я думаю, что с Ларком пиздить статы. А кто там есть? Там Сларк. Он мертвый, блин. Он стоит прямо... Сильвером отключить пассивку, чтобы она не появилась. Потому что она наури была. А, Сильвером отключить пассивку. Там ведущий сказал, что... Ведущий сказал, что это я. А, да? Ничего себе. Бля, я не узнал. Офигеть. Так вот. Сказал, значит, что может обернуться против Венги. Что иногда это может сработать против. Бля, я что-то тогда не понял. Ну, видимо, с Ларком статы тогда, если против. Ну, блин, ну а о чем фишка в этом? Не, ну, либо переманить иллюзию. Я думаю, это была просто иллюзия. Понял? Да, ее можно было переманить, я думаю. Ну, а если просто иллюзия, то переманить. Что там Дизраптор заспавлен? Там мутно все-таки. Но Дизраптор то, что ты просто везде Дизраптора спавнил, просто чтобы комфортнее было. Ну, если против Венги, то явно переманить иллюзию. Чтобы она ебашила. Но я не могу понять. Я вижу Сларка, я вижу Дизраптора. А, может Дизраптор убивает? Ну, Дизраптор иллюзию убивает. Да. Ну, блин, ну это... Не, ну, с другой стороны, это... Ну, это фишка, так-то, что нет? Ну, фишка. Ну, фишка. Так, если Дизраптор убивает ее глимсом, то ее и переманить получается. Ну, взяться можно. Все, переманили, блядь. И Бриммастер тоже испелит. Да. Фишка хуйня. Ну, не, ну, там приходилось высасывать иллюзию, блядь, из пальца. Нормально, сам понимаешь. Давай, запускай. Не так много фишек. Хотя сейчас можно было бы делать пиздец этим аспектом, там столько можно. Ты знаешь, Андрей, что можно что-то как-то накрутить так, что Рубик в Верлендесе, во-первых, спилит все карты, все деревья на карте и нанесет по всей карте 250 тысяч урона. Чего? Это похоже на бах. Ну, это похоже на то, что Дота стала немного как кастомка. Там много условий. Там надо что-то, блядь, бладсикер, что-то украсть у визажа на Рубике. Какую-то хуйню еще сделать. Я слышал про Доту и ее механики. То, что вот одна из игр, после которой я перестал играть в Доту, это когда у врагов Мипа начал дюпать шмотки своим тиммейтам. Было, было. Вот. Было, да, три недели назад. Я такой, ладно, все, спасибо, я, пожалуй, пока пас. Ну, ладно, врубайте, мы не знаем. Все-таки иллюзия, которая появится после ее смерти, штука достаточно сильная. Фишка же очень проста и заключается в том, что иллюзия из Венги просто-напросто не появится, если Венга умрет под эффектом от Сильвер Эджа. Вообще, это тоже достаточно странно. Все-таки это не пассивка какая-то, а аганим. Ну, впрочем, опять же, какая разница, если это работает? И Саты тоже воровал, кстати, если что. И Сларкса ты воровал? Не, но он у Венгуша бил. Элегантность решения 6 из 10. Ну, такое, да, да, я бы, я соглашусь. Нет, погоди, но он просто Венгуш бил. Из него Саты воровал. А потом из Льюзии тоже. А иллюзия? Блин, вообще, кстати, элегантность решения, элегантность игры, это как будто бы стоит добавить рубрику. Элегантность. Ну и под конец одна большая и мощная вещь. Сколько у тебя рубашек уже было? Всем известно, что будете верны, все юниты становятся неуязвимы к любому урону нашей команды, что иногда делает юнит не просто бесполезным, а вовсе работают по минусам нашей же команде. Однако немногие знают, что существует возможность обмануть систему. Блядь, как? Это мы осуждаем, кстати говоря. Обман системы, это мы против. Согласен, согласен. Не надо, не надо лишний раз это. С рефрешером два ульта ставишь рядом и по всем типа можно, наверное. Наоборот. С рефрешером и с два ульта рядом там вообще все неуязвимы. Гига руин. Это гига руин, да. Никогда не видел этого? Там даже герои, которые друг друга бьют в этом ульте, они все неуязвимы. Это гига руин. Так, какое-то элегантное решение, да? Ты уже типа кинул ульту в кого-то и его бьет герой? Ну, обмануть систему, да. Ну как, блин? Обмануть систему. Нажать кнопку S и отменить каст ульта. О! Обман системы. Возможно, фишка какая-то полная дерьмо, если честно. Есть такая вероятность. Я как бы, если что, никогда не претендовал на то, что это вообще полезно, блядь. Люди просто почему-то это смотрели. Это... Давайте чуть-чуть подумаем, реально. Попробуем. Это как будто бы мало что на своем шоу тоже потом такая в итоге говорит, что я... Это-то. Тут нет подсказок никаких. Потому что, судя по всему, я делал вот этот футаж, а потом либо пересоздавал, либо досоздал. Там еще будут герои какие-то. Там будут либо герои, либо шмотки. А тут вообще ничего нет. Верно, просто с ботинком, просто с вен. Что мы, как мы должны понять? Нет никаких... Давай так предположу, что если... Не, хуйня. Ну, типа, если героя не бить, его быстрее отпустят. Нулифайр. Такого тогда не было. Брат, ты еще не придумали. Да и нулифайр не помогает. И не помогал, и не поможет. Ну, может, такой бы, что, типа, ну, в целом, ну, нихуя не поможет. Уже обосрались его. Фишки нет. Это было зацепно. Да может такое быть в теории. Короче, я тоже не знаю, как это сделать. Ну, если ты, ну, Верни уже ультанул, все. Дэмэджа не будет. Ну, да. Ну, как обмануть систему? Ну, просто какие-то баги были в то время. А может быть какая-то... Стука со сплэшом? Способность, увеличивающая дэмэдж по цели. Там, типа, астрал, может, какой-нибудь будет. Или... Второй спеллшеду демона. Ну, помнишь, он увеличивал дэмэдж. Да-да-да. Может сплэш? А как? Не, хуйня. А как? Просто предположил. Ну. Ну, типа, что бьешь... А, через цель. Через цель. Понял. Может быть и так. Но вроде это как тоже урон от союзника. Ну, не должно быть, да. Хуй знает. Да я думаю, что это уже не работает. Давайте смотреть. Давай узнаем, давай выясним. Фишка хуйня. Что иногда делает юльт не просто бесполезным, а вовсе работают в минус нашей же команде. Однако немногие знают, что существует возможность обмануть систему. В доте есть несколько скиллов, которые накладывают дебаф, увеличивающий урон по цели. И вот этот самый дебаф будет работать в ульте реверта. Да у нас? Ну, ульт андаинга, помнишь? Ульт андаинга, какие-нибудь... Солкетчер, шеду демона. Солкетчер, шеду демона. Ну, а не показано? Ну, не покажут, что ли? Должно быть показано. Просто они не сфоткали. По-любому показано было дальше, иначе в чем смысл? Да может, ты просто поленился. Да нет, я никогда не ленился. Четвертая фишка про Джаггера. И даже не про него, а против него. Это похоже на баг или просто кривое взаимодействие предметов и способностей. Но все же... Бля... Я думаю, форс. Что раньше можно было в момент ульты хоп, и он не мог... Кривое взаимодействие предметов, блядь, и способностей. Это что такое? Это... А что Аганим Джаггеру давал-то, да? Увеличенный умни-слэш? Просто умни-слэш длится дольше. Дольше умни-слэш, сильнее, типа, и все. Дольше, сильнее умни-слэш, значит. Просто он бьет. А может... А может лотус просто? Ну, блядь, ну это совсем просто. Ну, фишка. Наверное, лотус. Мне кажется, это вот такие времена, когда... Когда даже это было фишкой, да? И они друг к другу сейчас будут. И я такой, тогда в таком случае они просто... Это похоже на какой-то балет. Элегантность 10 из 10. Ну, если они будут сейчас танцевать, это... А может, он сам себя руинит как-то? Если он нажмет диффуз, то у него прервется ультимейт. Ну, кстати, как вариант, да. Не, ну, блинком можно было так сделать. Можно было. А диффузом нет. Может, если крутилку нажать, то типа все в говне сразу становится. Ну, это фишка против него. То есть ты как бы его можешь обосрать. Получается, да. Ну, диффуз, наверное, не просто так. Вряд ли ты бы диффуз просто для гидоба. Просто так вряд ли, да. А может быть лотус что? Типа лотус, а не с диффузить. Может быть. Ну, Лифайр сегодня не забрели, а диффуз диспейлил, да? Я думаю, отменится ульт. Диффуз отменит ульт. Да, я тоже думаю, что диффуз просто будет отменится. Я тоже думаю, что ты типа понял, ты как бы используешь какую-то херню, и дота считает, что ты примел какое-то действие, у тебя просто ульт вырубился нахер. Мне кажется, что это даже диффуз. Ну, наверное. Или, может быть, она улетит на фундан с ней. А если диффуз самого себя, там можно было нажимать, что ли, или нет? Можно было. Я думаю, можно было. Диспелить даст, например. Короче, реально можно диспелить себя ульту, хотя там нет статус-эффекта никакого. Да не, мне кажется, нельзя. Ульта и тогда была бы этим диспелла. Блин, для диспелить нельзя было ульту Джаггера никогда, иначе бы это постоянно происходило, какой-нибудь херневый день. Тогда нажимается кнопка диффуз, и ульт просто ломается все давно. Наверное, так. Я такого, правда, не помню. Пускайте. Четвертая фишка про Джаггера, и даже не про него, а против него. Это похоже на баг или просто кривое взаимодействие предметов и способностей, но все же... Это похоже на баг или просто кривое взаимодействие предметов и способностей, но все же... Ульт Джаггернаута просто-напросто прекращается, если он использует Дифузол Блейд на персонажа в Лотус Орбе. То есть как бы Лотус отражает дифуз в Джиггернауте и диспейлит вульфузит ультимейт. Согласитесь, звучит несколько абсурдно. Это вообще тверда. Звучит как полный хуй, да? Функа со своим крестом раздражает, как никто во всей доте. Вешает на себя крест и бежит делать удар. С Рубиком за контрит. В случае чего он легко вернется в безопасное место. Крест этот никак не контрится. Ну как никак? Я вам кое-что сейчас покажу. Элегантно, ребята. Однако все же существует один способ. Нам нужен Рубик. Это хорошо. Я реализовал его тут же на Кунку, после чего сразу активировал его еще раз. То есть как бы вернул Кунку на только что поставленный крест. То Кунка в таком случае на свою исходную позицию вернуться уже не сможет. Но это до сих пор работает. Это, кстати, полезная штука. Да, реально же хуй кто-то нарисовал из китайцев на Кунке крестом. Ебан. Всем привет, дорогие друзья. С вами НС. И это... Штука одежды, ебануто. Штука одежды, ебануто. Штука четвертый. Да, еще. Сейчас одной майке спит, живет и в эфире. Очень мощную фишку против Фантом-Лансера. Все, что нам понадобится, это... Бля, фишки против Фантом-Лансера. Против Фантом-Лансера? А морфлинг, который превращается в Фантом-Лансера? Нет, сука. А может диспел панды? Но Лансер... Который иллюзии диспелит. Но Лансер там за герои вообще. Я думаю, что там Ликан и Сен-Кинг, вот я вижу. И Ликан, типа, Хувлем. А может Пугна, который высасывает иллюзии? Нет, Ликан к Хувлем отрубает нахуй весь урон. Или Кримсон и иллюзии бьют по ноль. Так его котел мод. Скорее всего, если там Ликан... Ты же всю жизнь опропагандировал, что против Лансера нужно покупать Кримсон. Кримсон, возможно. И, возможно, это оно и есть. Возможно, Кримсон, реально. Слушайте, мне кажется, что если там Ликан есть, то просто он Хувлем нажимает, и ты видишь настоящего. Как будто бы это должно так работать. Нет, по-моему, наоборот. Он как раз на все вешался. Ульт в Эрке можно повесить настоящего. И что бы он ни делал, ты бьешь настоящего. Это какая-то... Я думаю, Кримсон. Мне кажется, Кримсон. Много фишек мы сейчас перечислили. То есть просто, блядь, Кримсон. Типа, собирайте Кримсон против Пэлла, смотрите. Чел, до сих пор, блядь, люди играют. Я думаю, Хавли Кримсон тогда, что он вообще не дамажит против Хавли Кримсон. Короче, много фишек. Про Лансера мы много рассказали. А какая там, хуй его знает. Открываю филиал. Полный контрив хочу знать. И рассказываю одну очень мощную фишку против Фантом Лансера. Все, что нам понадобится, это Сэн Кинг с Аганимом. Когда Лансер наплодил кучу иллюзий, просто копаем их всех вместе с Лансером. На каждую будет повешена пассивка Сэн Кинга. И иллюзии умрут в считанный момент. Ну, у него Аганим такой был, да. 9 из 10, элегантность решения. Ну, против иллюзионистов, да. Аганим. Ну, там еще Лансер заряженный, кстати, у него сгадит. Сейчас чел пошел, собрал Аганим на Сэн Кинге и всосал. Фишки не работают. Четвертая фишка, это явная багомеханика. Тем не менее, она работает уже очень долго. Я все думал, что пофиксят, поэтому не включал выпуски. Но ее так и не пофиксили. Так что слушайте. Если вы играете некрофосом и собрали Аганим... Это когда фотоверну на 150 секунд? Наверное. Сейчас еще вспомните. Ну, блядь. Не, ну типа без байбека отправлял. Не, ну это просто механика, а в чем бага механика? Какая-то по-любому лютая срань была. А кто там есть? Типа вот некрофос, Мирана, Свен. Но они, наверное, просто так тут усовывают. Нага, Сирена еще есть. Нага, Лансер, Мирана, Сларк. Сларк, Нага, Мирана. А он убьет в сон, может быть? Стрела в сон какая-то, может быть, что-то... Это же не некрофос. Там, наверное, какой-то сон будет. Блядь, но зачем столько героев? Они не просто так здесь. Там, я помню, был какой-то баг, что когда больше определенного количества урона наносится, все нахуй ломается. И герой умирает. Может, если по Блэйдмейлу ебашешь, там что-то тебя ебет. А, потому что, типа, вы как у Акса было с Блэйдом. Там, типа, 9 тысяч миллионов урона прописывалось. И Блэйдмейл умирал. Нет, я помню. Фишку про юный теми, это вы 100% скипните. Но зачем, если все знают, что можно было? Да нельзя было. Я помню только, что когда некрофос наносил ультом больше, по-моему, трех тысяч урона и убивал героя, был какой-то ебейший баг. Что он, то ли он пробивал так, что герой все, типа, испарялся, исчезал. А больше не рождался. Ну, не так, но что-то там было какое-то... А, он не этот. Ну, здесь такого нет. Он не появлялась зеленая копия с ульты ВК. Ну, то есть, у ВК гоним, то и тиммейты должны перерождаться. Неправда, блин. А если он наносит дохуя урона, то... Ну, здесь нет ВК. Зачем Мирана здесь? И там, и тут. Сейчас какие-то инвизы пойдут. Сларк. Ну, короче, на самом деле, я в чат чуть глянул, там кто-то написал, мне кажется, правильно, я вспомнил, да. Кто там? Я подспойлерил себе с чатом. В самом начале кто-то написал. Какой-то психопат смотрел все фишки, запомнил. Как будто бы все равно мы не выудим нужную версию. Это правда, мы бы никогда не вспомнили. Это просто баг. Ну, если я правильно помню, это если убить иллюзию с ульта, то запрещался байбэк и на героя тоже. То есть, если иллюзию просто убиваешь, а потом героя убиваешь... Вот очень много сирена. Да, да, да. Это, видимо, сейчас иллюзию сирены убью я ультом, а потом сирену. Ну, да, вообще это баг, очевидно. Хуя ты, блядь, толчезарный. Ой, какой пусечка. Если вы играете некрофосом и собрали аганим, а против вас играет какой-либо иллюзионист, то в моменты затишья можете не стесняясь использовать свой ультимейт на какую-либо иллюзию, чтобы убить ее. Конечно, и тиммейты, и враги могут над вами посмеяться. Однако им будет неведомо то, что в следующий раз, когда этот самый иллюзионист умрет каким-либо образом, на нем будет эффект, запрещающий выкупаться. Он, знаете, играет сильно? Ну, это очень сильно. Охуенно, да. Гонганули иллюзионисты. Это в Даниле даже на обычном герое. Да. Пузин растет, прическа не меняется. Пузин. Почти изменилась прическа. Ну и последняя фича на сегодня, которой посвящено превью ролика. С недавних пор герой, сделавшись так на лагере лесных крипов, получает аж 20% денег за то, что их кто-то запармит. В целом-то много на этом не заработать. Но есть один крайне приятный обуз. Сейчас уже 40, по-моему. Есть крайне приятный обуз. Там, типа, если... Блин. Там что-то было, что, типа, если ты сам это фармишь, то там что-то больше дают. Не, да? Или нет? Я не уверен. Я думаю, что... Сейчас. Наверное, если ты стоишь рядом, то получается... Тебе за обуз так... Да нет. Там же, типа, вешался бафчик на крипов. По-моему, там только голду давали. Не давали шерен опыт, поэтому какой смысл? Зава не будет. Ну, там, типа, на крипов, которые стакнулись, на них вешался баф монеточки Антона. Короче, я знаю, мне кажется. Ну? Это, типа, если сделать стак, и каким-то образом крипа оттуда убрать навсегда... А, для всех, кто рессует... Да, 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 да. На Дарксире так, типа, засасывал. Кстати, а сейчас не так? Мне кажется, сейчас тоже может быть так. Ну, просто хрен куда засунешь. Все места поубирали. Не, ну, на гору, там, Дарксиром за Амакомио. Ну, сложно. Ну, типа, это, кстати, прикольно. Это где вообще можно сделать сейчас? Ну, где-то, наверное, можно. Ну, у Дайер сверху, там, где вард. Блин, ты хорошую новую фишку сейчас высорил, между прочим. Ну, если это до сих пор работает, то, да. Но это, кстати, никто не... Ну, прикинь, ты инша просто за Дайер на горы закидываешь, и там постоянно лутает суппорт каждый самый... Ну, да, инша за Дайер. Да. Да, но там же при этом даются за стакнутый кэмп меньше, чем за... Не, ну, типа... Ну, саппорт лутает всегда, то есть ты вообще ничего не делаешь и всегда подлутываешь 20-ку. Сейчас сколько дают? 30-40? 40, наверное. Или 3. Блин. Сейчас много дают очень. Ну, давай. Блин, надо проверить, вдруг работает. Надо, надо. Вот и фишка. В целом-то, могут на этом не заработать. Но есть один крайне приятный абуз за Рубика, особенно при игре за Дайер. Если вы закинете крипа на гору, и он там останется сидеть, то далее произойдет интересная штука. Каждый раз, когда кто-либо будет фармить этот лагерь, Дота будет считать, что он сделал стак. Зафармил Рубиком, следующие крипы как будто бы стакнуты именно им. Рубик получает дополнительные деньги при фарме лагеря союзникам, а фармил Джаггер. Теперь Дота считает, что стак сделал Джаггер, а значит он получит дополнительные деньги. А, ну там типа по очереди получается. Менялись, да. По очереди фармить. Ну, это все равно, это по ГТО очень сильно набрается. Слушай, ну сейчас, например, если взять Пуджа и захукать им баунти-руны все свои на фонтан к себе, они там будут настаиваться, типа и все больше и больше. Ну ахуеть теперь, все больше начинает. Кажется началось, блин. А как раз до 60-й минуты, когда выпадает еще пиратская шляпа, и ты их платишь. Да, и тут там просто пошел, да. Блин, надо проверить сейчас вот Эншента у Дайер или у Дайер рядом с кирпо-вышкой тоже есть горка, куда можно запихнуть. У Радиент Эншентов тоже можно на гору завесить. Но для начала, как я и обещал в своем прошлом видео, расскажу про последний способ убить курьера. Ну, блядь, ну это соль-то снайпер. А с Ассеней там, да. С Аганимом, Саганимом, наверное. Это какой-то доисторический. Не-не, с Аганимом, с Аганимом. А, там типа заряжаешь и в момент выкладываешь там как-нибудь, в стэш выкладываешь. Или наоборот подбираешь. Или подбираешь. Не, ну подбираешь, это что за... Ты такой в игре выложил Аганим. Смотри, там, короче, мне кажется, ты можешь нажать... Не мог нажать с Аганимом, возможно, ульт на него, а без Аганима мог. Да, с Аганимом тычка, поэтому умирает. Ну, видимо... Это старый какой-то Аганим. Там что вообще было, блядь? Подожди, с Аганимом. Мне кажется, если ты можешь нажать и без Аганима, то ты и с Аганимом сможешь нажать. Мне кажется, там ты не мог нажать с Аганимом, мог без Аганима, но с Аганимом убивал. Ну, за тебя... Или наоборот, тогда что ты будешь... Ты условно переложил себе Аганим в стэш, нажал... Скорее всего, ты без Аганима не мог нажать, с Аганимом мог нажать, заряжал, перекладывал в стэш и убивал. Так стэша не было, а был. Был, был. Вот мне кажется, так. Так ты, если с аганимом просто нажал на ульту на курьера, то он просто сдохнет с аганимом даже, по идее. Там же тычка добавлялась. А там, типа, возможно, магией он бьет, а без аганима физикой? Я предлагаю узнать. Надо узнать. Хочу узнать. Последний способ убить курьера. Сделать это может снайпер при помощи аганима. Именно при помощи, а не с ним. Снайпер без аганима может зарядить ульт в курьера, но он не наносит урон. С аганимом же ульт-снайпера в курьера вовсе не летит. Но, если зарядить в курьера ульт-снайпера без аганима, а пока пуля будет лететь, поднять аганим, то пуля убьет курьера. Вот так вот. Но в то время это было полезно, потому что курьеры были пиздец ценные. Один был Эвереса за сто лет. Но на снайпере аганима никто не брал. Ликвид выиграли Токинт. Ну, отчасти. Это майнд-контрол, который убивал по пять курьеров на Фурионе. Что такое дэнди-игра? А вас тоже бесит, что темпларки никак не сбить блин, пока она находится под рефракшеном. Это действительно сильная фишка, которая помогает темплар-ассасин намного реже умирать. Но далеко не все знают факт, что обыкновенный... Бляд! Благоточие. Обыкновенный. Ёршик для ультаза. Скрин сделать и прислать мне. Носи балла, блин. Устал. Кардиган топ, нормальный. Обыкновенный... Советский. Уксус. Ульт Леона. Не-не-не-не, что? Обыкновенный Хекс. Дает еще и Сайленс, она не может его нажать. Подожди, а в чем там вопрос? Такие фишки под конец уже. Подожди, а что там не дают рефракшен? Просто убить ее. Ну, типа, понял, она может... Ну, и сейчас тоже под рефракшеном. Рефракшен же и диспейлился. Влетел Сент-Кинг, нахуй хуярит тебя, а ты просто в рефракшене... Блин, я думаю, что... Обыкновенный диппулс. Ну, любой диспейл, диспейливал же еще. Что, рефракшен диспейлся? Да, да, да. Да. Серьезно? Не-не-не, что-то дымажило сквозь рефракшен. Да. Что-то, что наносит какой-нибудь процентный урон. А, этот, хп-ремовл какой-нибудь. Я думал, что-то, типа, может быть, Веном, Орб Веном, но он дамажит тоже не то, что по хп. Ну, можно больше дамажить? С Веномом, да, я помню, была тема. Он, наверное, больше дамажил тогда и сбивал. Сейчас, наверное, вообще не сбивают? Нет, мне кажется, тут именно шмотка, которая сбивает просто сразу хп. Шмоток нет, есть только Леон. Ты сложил в губы обыкновенный У. Это явно У. Это не Хекс, это не Стар. Или это О. Орб Орб Веном. Нет, ну, Орб Орб Венома нет. Это ульт Леона. Обыкновенный ульт Леона. Ульт Леона, да. И что-то он делает, блядь. Ну, как ульт Леону-то мешает? Что-то он делает. А может, все-таки уксус? Раз, пу. У каждой хозяйки на кухне есть. Здорово, мужики. Что вы тут? Все датку смотрите. Машурно? А что если, смотри, ты ультанул в рефракшн, но у тебя есть еще 0,25 секунд, чтобы сбить. Сбитати. Под арксиром. Обыкновенный урса. Просто дает тебе в рот, блядь. Чисто с обисволом из леса урса прыгает, разъебывает темп лаком. Будь какая-нибудь фишка, типа, все, что нужно сделать, это и выходит гигазавр какой-нибудь с 18 слотами и проворачивает. Это забанить ее. Тоже. Короче, ульт Леона. Ульт Леона, ребят. Но далеко не все знают факт, что обыкновенный орбов Веном полностью контрит эту особенность. Дело в том, что он наносит урона слишком мало, чтобы сбивать рефракшны. Поэтому вместо рефракшнов он просто-напросто сбивает. Понял. Не сбивает рефракшны, но сбивал, блин. Ты не мог сразу взять его, чтобы дать подсказку, выложил, блин, на землю что-то, чтобы, блядь, я знал, что спустя 10 лет придется, блядь, погадать. А так вот, ребят, были времена, были фишки.